Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино «Говорит, показывает, вопадом». Сегодня речь пойдет о великолепной, популярной, познавательной книге для юных читателей, примерно младшего школьного возраста. Ну, можно, в принципе, и в дошкольном, если ребенок уже как-то начитан, немножечко образован. Ну, не профессорскую степень имеют, но, по крайней мере, познавательную литературу по анатомии, физиологии и гигиени человека уже рассматривал. Так вот, «Театр человеческого тела» — это веселый комикс. Не пугайтесь этого слова. Если собрать, а мы обсуждать сегодня в рассказе будем вовсе не то, как устроен этот комикс, сколько эпизодов, каких героев Марвела напоминают, значит, нам какие-то органы внутричеловеческого тела, вот, значит, не форму канавок и не наполнение пузырей, мы будем, значит, обсуждать научную и популярную составляющую, значит, познавательную составляющую этой книги. Она очень велика. Объем информации дается, я бы сказал, очень приличный. На уровне хорошего учебника, да, школьного. Хотя, конечно, никакой наукообразности, никакой специальной терминологии. Если охват материала великолепен, там, от опорно-двигательной системы и ее роли в жизни человека, да, до строения клетки, да, значит, прямо вот нарисовано достаточно подробно, хотя бы названо, что такое ядро, центриоль, что такое комплекс Годжи, что такое митохондрия. Но существуют специальные работы по каждому из разделов. Например, про строение клетки я рекомендую, конечно, книгу про живой дом, значит, Юлия Нечипаленко. Это прекрасная совершенно книга, и там тоже никакой терминологии. Там, например, лимфоциты, фагоциты, они, значит, у нас полицейские, которые охотятся за преступными, значит, клетками, болезнями и вирусами. А, соответственно, красные кровяные тельца, это у нас разносчики, да, кому кисворот, эй, кому кисворот, вот, значит, и так далее. Это, опять же, для ребенка очень сильно адаптированный материал. Так и в этом комиксе. Но здесь у нас есть некоторые особенности, которые привлекут читателя и избавят от скуки самого главного, юного, значит, адресата этой книги. Во-первых, прекрасный ведущий. Посмотрите, значит, театр человеческого тела, это действительно театральное представление, где у нас по очереди выходят на сцену, там, почки, там, кишки, значит, вот все те прекрасные совершенно, значит, весь этот прекрасный ливер, там, легкие, там, выходят, в том числе и косточки, да. Вот скелет, это главное действующее лицо, он конферансье. Значит, автор, он действительно комиксист очень известный, для Марвел он рисовал и не только. Он прекрасно, великолепно пародирует в сюжете, во-первых, церемонии награждения всяких премий и всякие телешоу, да. Во-вторых, это, раз уж это конферансье, так он действует, как конферансье. А сейчас у нас выступит и селезенка! Это, конечно, потрясающе нарисовано и очень смешно. Обратите внимание на букву «Л» в названии слова «театр человеческого тела». Видите, это жест, пальцевый жест, значит, это и взятый из языка глухонемых. Потому что это, к слову, об охвате материала в разделе, посвященном органам чувств, где они все по очереди выходят, рассказывают, да, нос, я нос, я там нюхаю, у меня там насморк сегодня, да. А помимо вот всех этих вот шуточек, там масса полезной информации. Например, о слухе сказано не только, что он есть и как он работает с ушной раковиной в разрезе и так далее, но и приведена таблица жестов языка глухонемых и рассказано о том, как обходятся те люди, которых судьба, к сожалению, не пощадила, у которых нет слуха. Вот как они живут, да, вот как они общаются. Это, казалось бы, мелочь, но таких мелочей в книге много, и это очень приятные мелочи. Потому что такой информацией общего свойства, да, дополняются все самые важные разделы. Если у нас есть, речь идет о пищеварении, так оно не заканчивается в прямой кишке, да. Там сказано, а дальше, а дальше, друзья мои, у нас работает выделительная система, которая, если бы не работала, мы бы сначала очень мучились, а потом бы лопнули. Потому что все в природе должно возвращаться обратно в живую природу. И показано, как она возвращается. То есть реально на сцену выходит унитаз. Здрасте, я унитаз. Сейчас произойдет интересный фокус, да. Приготовьтесь, дети. Вот. Это очень смешно. Это очень по-доброму нарисовано. Особо волнующимся родителям. Я хочу сказать, что вот этот прекрасный скелетик, да, конференции, видите, он здесь веселится, делает вид, что пугает, там, удивляется и так далее. И очень смущается. Вы же понимаете, да. Смущается напротив главы, значит, репродуктивная система. Там она, вся эта репродуктивная система описана очень невинно. Очень просто. Возрастные изменения, связанные с тем, что вот мальчик начинает расти борода, вот. У девочки не начинает расти борода, да. И потом сразу переходим к эмбриону и, значит, к внутриутробному развитию человека и так далее. Это очень важно отметить, потому что книга все-таки предназначена для маленьких читателей. Так вот, здесь этот прекрасный конферансье будет по очереди представлять все возможные органы, все составляющие нашего организма. От, собственно, скелета и костной ткани до мышечной ткани, до того, как она воздействует. Вот прекрасный мышечный человек такой, вот, такой симпатяга, вот машет нам со страниц книги. Вот, значит, вот прекрасный кровеносный человек, вот, вот прекрасная работа сердца, кстати, очень наглядная и хорошо нарисованная. Не в каждом учебнике такой встретишь, вот. Вот, значит, состав крови, функции и так далее, да. Вот, соответственно, всевозможная выделительная система, все же иммунная система отдельно посвящена. Еще раз говорю, по наполнению информативному книга очень содержательная. Пусть какие-то вещи даны в максимальном упрощении, не забываем, что адресат книги все-таки младшие школьники. Но это действительно очень-очень познавательно. Вот, и в конце концов, весь этот ливер чрезвычайно привлекательен для юного читателя, потому что ничего более лакомого, чем страшилка, маленькому ребенку предложить, ну, не получится. Любая сказка, это прежде всего страшная сказка. У нас там кровожадный великан, у нас там волк, готовый, облизывающийся на красную шапочку. Так, внимание, волк облизывается на красную шапочку. Так, выделение слюнных желез, значит, выделение желудочного сока, урчание в животе, это сигнал к тому, что организм требует помощи, падение уровня гемоглобина в крови у волка, вот, и повышение уровня гемоглобина, гормонов, значит, и стрессовой ситуации у красной шапочки, соответственно. Ну и далее процесс весь, если мы расписали. Понимаете, это действительно можно подать интересное. Вот подано это интересно. Конферансия мне очень нравится, со своими обязанностями он справляется. Организм действительно показан во всей своей многообразной сложности. И очень-очень важно то, что при этом рассказывается о том, как организм борется с болезнями, как он растет, как он размножается, как он, значит, преодолевает различные трудности, которые перед нами, несчастными многоклеточными, ставит жизни природа, да. Вот, есть словарик в конце книги, причем словарик, содержащий, опять же, не только какие-то, значит, что такое селезенка, что такое у нас мозжечок, вот, а, например, словарная статья «Прививка», что мне очень понравилось, да, и так далее. Объяснены вещи, которые окружают ребенка не только внутри его собственного тела, но и вокруг. Эта книга познавательная в прямом смысле слова. Вот я за такие комиксы «Опеими руками». Я за такие, значит, вещи, потому что это весело, это интересно, это здорово, это совершенно, такую книгу совершенно классно притащить в класс или в группу детского сада, чтобы шокировать своих уже таких умудренных опытом, значит, одноклассников или одноклассников, да. Вот показать ему, о, сейчас вам такое покажу, да. Да, конечно, это все шутки. Но если говорить серьезно, то, в принципе, подход самый правильный. Сделайте материал увлекательным, адаптируйте его под адресный возраст, да, под целевую аудиторию. Заставьте ребенка листать книги, страницы книги с восхищением, чтобы он полностью втянулся в процесс, чтобы ему стало интересно, как это устроено. И вы получите будущего специалиста, квалифицированного, увлеченного своим делом, знающего свое дело и бесконечно эрудированного. Потому что закладывается это именно в этом очень нежном возрасте. Это уже даже познавато для постарше, да, еще в дошкольном возрасте закладывается. Любовь к окружающему миру, внимание к детали, стремление освоить какую-то вот сферу этого мира, да, какое-то отдельное направление, да, потому что оно тебе особенно интересно. Выбор этого направления. Это очень важно. И вот это как раз все формируется книгой на ура. То есть, с точки зрения методологии, прекрасная совершенно вещь. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. Издательство «Карьера. Пресс». Спасибо за внимание.